всем привет бандиты бандитки с вами ерныч сегодня будет интересный контент и будет биг бада бум лютый призыв от игрока нави друзья в общем большие накопления большие возможности ну и в принципе хороший пул героев которые мы должны просто усилить ну и в дальнейшем он просто будет проходить уже 39 главу 40 41 ну и так далее друзья ну и как всегда по традиции мы начинаем с того что мы посмотрим в каком клане играет нави в общем гильдия называется великая россия громкое название громкой страны все мощно срочно в общем друзья о чем могу сказать здесь full stack всех членов гильдии я не знаю есть тут конечно не актив ну есть конечно не актив ну может быть это не актив их твинов кто знает но если вы хотите попасть в этот клан я думаю что без проблем вы можете просто чекнуть написать они не актив уберут и вас возьмут давайте посмотрим что по героям герои все самые так скажем старые старые да они есть надо качать еще получается соню скарлетт и также других героев которые он здесь начал собирать но все это быстро соберется я вас уверяю потому что простых свитков здесь 1200 друзья это немало такая же эпопея в наших орках громилах лесники машка будем качать малышку астар и докачаем всех остальных в могилах плюс-минус все хорошо потому что все герои есть надо будет просто добить торна потому что есть и копии но нету корма да также трезнорчика добьем ну и тех кого не собрал тоже да соберем кого мы будем собирать в небесных естественно мы будем собирать хелусу друзья да ну а далее посмотрим здесь в принципе что в небесных что в подземных хороший тоже пул героев есть альна уже я талия на е60 она очень хороша на е60 мигира есть нужен только кто получается по факту хазард нужен и он может уже проходить спокойно до сорок третьей главы я вам точно могу сказать и в пространственных все тоже герои есть и вот это же удар который новый выйдет он ее просто возьмет и также будет от нее кайфовать но надо будет ее тоже качать открываем для начала шарды незамедлительно и смотрим что нам падает новая магичка колено она очень хороша при максимальной прокачки может реально показать крутой урон ну в основном падают повторки ничего такого здесь мы не увидели с вами это точно ну вот какие-то герои конечно прокачивают звездочки и подрезов там типа других каких-то героев но в принципе мы видим что все одно и тоже и упала так в предложениях что-то у вас предложениях а ну колено друзья конечно же все это забрали тут больше шардов у нас нет давайте посмотрим в казарме 71 тысяча ну можем еще раз купить и откроем сразу вдруг что-то годное упадет да нет вот мне также всегда падает какая-нибудь мераэль и на этом моя удача заканчивается начинаем разогрев сердечек 200 штук ничего не дают ну короче вот так вот гарант не знаю будем крутить или нет потому что надо больше делать на упор на астрозал храм времени ну в общем смотрите какая приколюха у нас впереди выход перерожденных героев это это кто будет это лес и могилы сегодня мы собираем талену вот как только талену собираем на белую рамку мы от нее отстаем карты времени дальше мы тратить не будем поэтому погнали сразу сюда и начнем с этого наверное ну две фиолетовые карты ну с картами здесь конечно все хорошо да это 4 и 5 тоже собака не дает героя одни карты пока видим здесь копия перерожденные талены да если так будет падать каждый седьмой то это провал друзья может быть дабл мы увидим жизнь какая-то не хилом и так влили а всего вытащили то две копии данные мадам так и получается ну вам надо еще немало друзья чтобы ее прокачать качаем на белую рамку после белой рамки можно уже в астрозале ей прокачать звезду то есть там вытащить ее намного проще чем здесь это факт ну то как она падает меня это уже напрягает начинает спасибо вы серьезно я офигею еще друзья честно но мы очень много тратим а получаем мало каждая пятая каждая седьмая только копия героя сундуки фиолетовые карты что-то давно я не заходил в этот призыв времени даже немножко при офигевает того как падают тут копии перерожденных героев я талена кстати собрал на своей основе вот звезду пока еще не прокачал что-то как-то мне более охотно она падала я не знаю него на аккаунте она вообще не хочет падать ну вот-вот-вот смотрите да шарманку расшевелили ну фиолетовых карт конечно наваляло нормал ну кому он давай 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 капец было 700 700 друзья так нам по-хорошему надо еще сколько получается одна копия есть ну еще две копии мы должны вытащить за это количество две копии и что-то вообще короче беда бедой так одна есть карта фиолетовая снова и вот и вот она упала 144 осталось короче мы их не трогаем потому что они потом пригодятся ну все а вот потом уже в астразале вот здесь вот можно ее поставить когда вы собираете на биорамку она вот здесь появляется вы можете оставить и добивать и уже звезды ну что-то я как-то думал будет быстрее и сборочка колено так сатрана гранит неплохо астар первая копия малыш спасибо что ты падаешь оку и что мы тут видим мы видим 2 и ровно пипа там и вся короче лабуда скажите мне да друзья да так sony 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 и повторки и куча кучу ресурсов которые мы вытаскивали да ну ладно чё пойдет пойдет некоторым героем уже смотрите бустим пятую звезду сейчас их надо будет из списка убрать ну звезды мы героем тут бы станем по полной я чувствую так давайте зайдем сюда енотик малышок мы тебя убираем и кого мы поставим на твое место а на твое место мы поставим сюда наверное респина но почему нет в принципе других тут героев больше нет еще у нас есть немножко сердец и сейчас наверное пойдем в астрозал будем крутить хелса друзьям на хелса у вас на хелса у нас ничего нет то есть вам по-хорошему надо 16 копий погнали так первый пошел две карты третья карта фиолетовая первая копия хелса да карта на лес карта людей хелс и две карты еще две карты хелс ну я думаю что все эти двести пятьдесят три астрокарты мы сейчас бахнем сюда еще хелс еще хелс так тут ресурсы я говорю он падает нормально всегда увидим карта может быть он кун заколдованный так еще хелс карта на лес карта на грамил так хелс и карта на лес карта могил карта людей и смотрим сколько у нас друзья копий текс это получается легенда сейчас будет легенда плюс и будет мифик ну немного немного копий то есть получается мы 8 копий вытащили нам еще надо две копии будет мифик плюс еще 4 это будет уже белая рамка короче надо 8 копий погнали есть шанс что он упадет еще с простых свитков но там не угадаешь никогда может упасть а может не упасть так первая копия есть 2 то есть это мифик плюс готов 3 4 давайте прям покрутим подольше нет не выпадает 5 6 7 и сейчас как назову пойдет дабл две карты хелс короче потратили мы я скажу не так уж и мало на самом деле чтобы этого героя собрать но он того стоит герой ключевой везде везде пригодится я думаю вы со мной согласитесь друзья вот собрали мы этого героям в чем мы делаем дальше дальше нам по-хорошему собрать хазарда до мифика очень нужный перец без него тоже будет сложновато ну как по мне я считаю это так вот поэтому мы сейчас будем переключаться на хазарда и я вам наверное расскажу историю своего отравления короче в общем друзья давайте кто не знает историю четвертого числа я пошел праздновать денюк своего друга у которого она была 2 июля вот после этого мы ну четвертого числа пришли домой мне стало плохо короче четыре пыли вот тошнота жидкий стул там все дела я пытался лечиться сам дома короче меня получается госпитализировали ну до какого до 7 я пытался лечиться сам госпитализировали меня восьмого числа вечером и только выписали из больницы ровно через пять дней вот написали что у меня там что-то короче острая пищевая какая-то инфекция но то что это прям дикое пищевое отравление и которое я получу целенаправленно в этом ресторане они конечно же такой информации не пишут вот я не знаю выплатят мне моральный ущерб или нет но как я узнал в итоге действия мои должны были быть следующие вообще вот если вы травитесь допустим каким-то продуктом питания одно дело когда он у вас был куплен и он находится дома вы отдали его на экспертизу там подтверждается что он плохой и все хорошо но другое дело когда вы поели в ресторане и этот продукт питания уже находится в вашем животе так вот если вам плохо и вас тошнит все что из вас выходит вы должны собирать потому что потом вы это отдадите на экспертизу и уже после этого вы можете точно доказать что именно в этом кафе вы отравились друзья вот мало того что должны быть еще конечно свидетели которые подтвердят что вы там были чеки вот ну и самое главное что у вас должны были быть образцы вот у меня этих образцов не было потому что я не знал что мне надо все это собирать в баночку и друзья да вот но я надеюсь что по совести они мне возместят небольшой моральный ущерб там деньги на лекарства которые я затратил и все остальное но на будущее друзья если у вас такая ситуация происходит обязательно собирайте биоматериал чтобы отдать его на экспертизу потому что тогда вы можете точно доказать и в случае отказа морального ущерба и других вещей со стороны ресторана или какого-то заведения быстрого питания то соответственно вы пойдете в суд и в суде и в Роспотребнадзоре вы их накажете по другому скорее всего вы просто ничего не докажете и когда я лежал в больнице кстати мы уже собрали хазарда мне сказали что был случай когда в одном заведении где делают кондитерку отравилось 100 человек вот этим белковым кремом да и в итоге суд шел от 3 до 5 лет они ничего не доказали потому что никто не удосужился пойти купить эту пироженку и сдать ее на экспертизу то есть там была сторона защиты такова что они говорили якобы вы где-то наелись или вышли тронулись там за поручень грязной рукой съели эту пироженку и вам стало плохо и так это произошло у 100 человек друзья вот поэтому этот биоматериал мне надо было собрать а так вот если я пойду в суд я ничего не докажу поэтому лайфхак изучить эту тему потому что может в этом в этой ситуации оказаться любой друзья однозначно любой человек так ну мы его собрали до мифика дальше мы открываем карты так тут все на громил падает лес астар не падает 20 карт на людишек на носители света 3 скарлетт офигеть мороз и силия сушки ну неплохо неплохо также будем качать звезды не буду продолжать вам все это рассказывать ну в общем дали мне это заключение медицинское в котором толком ничего не написано вот пошел я написал претензию и жду я ответа ну самое обидное самое обидное что я лежал в таком состоянии в свой день рождения в свой юбилей который один раз в жизни и я на будущее учел один урок что свои день рождения я буду праздновать только в очень проверенных заведениях куда я постоянно хожу где реально люди относятся с уважением к кухне с уважением посетителям вот и ну по крайней мере не травят их точно я не могу утверждать что меня намеренно отравили да там какой-то был плохой продукт питания но факт остается фактом что я отравился в этом заведении это сетевой ресторан вот и если допустим вся ситуация сложится не очень я вам расскажу в каком конечно заведение я был вот не факт что это заведение в вашем городе оно плохое я не буду уж прям сильно наговаривать потому что я понимаю что возможно играют также люди которые работают в ресторанах и они могут как-то сказать что я не прав но я считаю что по совести по совести они должны мне возместить моральный ущерб на что я им сказал что если они это все возмещают мы с ними полюбовно расстаемся я подпишу документ что я не буду там как-то разглашать информацию и все остальное но если уж честно то их конечно лучше наказать за это потому что я могу вот с чистой совестью сказать что дома я ел только все проверенные продукты питания вот поэтому будьте аккуратны в кафе мойте руки хорошо и если вам пища не нравится вот вы ее кушайте да но она реально какое-то вы лучше скажите что вы приготовили отвратительно я за это блюдо готовить не буду ну давиться друзья точно этой едой не надо при том при всем они еще моему другу в тот вечер приготовили рыбу наполовину он от нее отказался а я съел этот рис с угрем и что-то мне как-то стало не очень хорошо в общем вот такая вот история итог конечно я свое здоровье подкосил ну и пропустил юбилей и свой день рождения друзья так что пишите что вы об этом думаете что мы дальше с вами делать у нас есть куча свитков конечно можно еще востразали покрутить до конца хазарда сейчас на мифике вот можно конечно за фрейли крутануть вот за фрейли крутануть а можем крутануть еще знаете кого морель морель тоже хороший герой и она в принципе много где пригодится вот я думаю что ну-ка давайте посмотрим как он башню проходит 6447 а тут еще проходить и проходить 331 дьявольская крепость до 370 этажа он точно может дойти короче знаете что мы сделаем мы пока эти 125 900 оставим не посмотрим как пойдет процесс именно вот здесь вот в простых свитках погнали потому что тут тоже может все нападать ты им ну короче осадочек у меня остался друзья вот и в роспотребнодзоре мне сказали что без вот этих вот так скажем сбора доказательств которые должен был в банку собрать да с передницы и задницы как говорится ну я доказать мало чего смогу в суде на самом-то деле ну такие вот у нас законы и еще мне по секрету сказали что малый и средний бизнес особо сейчас друзья не кошмарят ну типа не хотят зажимать их сильно вот поэтому если вы траванетесь у вас не будет доказательств вы ничего не докажете и речи вот такие вот дела ну что что мои хорошие смотрите мы собрали ему гранита мы собрали зубочистку а старт тоже сейчас будем потихонечку поднимать чем у нее смотреть то да малышка достойно этой прокачки но реально крутая команда от нее живет дольше и она доставляет кучу проблем противнику ты им зубочистка да вот то что скарлетт и астар не падает так подождите-ка куда мы будем больше вливать эти сразу свитки ну в грамме это наверное нет причем у него и крен и антадра хорошо так забущены вот эти вот два чудесных героя мне помогли цитадей жестокости с поддержкой нового брутуса пройти до 590 этажа друзья ну это очень мощно так что громилы в принципе у него поколаны нормально стоит ли сюда свитки вливать или вот сюда могил то наверно нет а вот в лес там машка старт давайте вот сюда так начинается начинается но зачем короче дают то что вот вообще не надо никак короче наверно мы будем больше в грамме уже заливать так ну вот она скарлетт спасибо падают падает нужные герои 947 свитков это на самом деле очень много вот мы должны собрать недостающие пазлы по ключевым героям теску шмеску десера так радует что она уже начинается в путь и еще путь продолжать и продолжать до пяти звезд на самом-то деле ну реально маг ключевой после выхода немножко расстановка сил поменялась вот она конечно круто бустанула именно фракции носителя света ваша скарлетт тут падает но где маша так где астар ладно восемьсот восемьдесят свитков друзьям ты а еще кстати в инфекционке я ни разу не лежал это такое дело друзья вы лежите на втором этаже на третьем лежат там одни с инфекцией на первом другие а вы на втором еду выдают через окошко вот с родственники вы общаетесь только с балкона как ромео и джульетта только наоборот вы джульетта а ваши друзья и близкие это ромео в которые стоят снизу ржут смотрят на вас и передачки вам по веревочке отдают так ну короче вот больнице лучше не лежать рейс пэн смотрите мизот упал и уокер хороший такой тройничок вы уж извините что я вам такие вещи рассказываю в лютом призыве но я думаю что информирован вооружен друзья я просто никогда нигде не травился я конечно может быть как-то меня это всю страну обходил ну первый раз было такое что вы через два часа приходите из кафе и начинаете фонтанировать просто со всех щелей и наш закон получается никак не защищает потребителя по факту то есть сложно что-либо доказать мы не будем плохом сейчас лето вчера он арбузик ништяк купил вкусный душу оторвал со своей второй половинкой тут падает нам лео фрик друзья меня радует что падают такие герои но не радует что не падает перерожденные герои ульмус в более поздней игре ульмуса можно чисто собрать для коллекции чтобы закрывать замки в большой экспедиции кстати упала новая героиня фракция грамил зубочистка продолжает атаковать нас и и и и и опять у нас хочкин идет на звезды что-то слушайте шанс 0 1 да там или сколько на перерожденного героя он просто сегодня отсутствует тик что у нас тут мария ну лавашку еще надо конечно так же как ну давайте вы упадете нет ну пожалуйста ящерица и ронда это жесть какая-то вы чё чё за издевательство почему не падает машка друзья сорян тут не названивают оку упал скарлетт снова оку в итоге оку соберем место марии респен и соня 427 свитков я не знаю есть там мебель нету мебель ну посмотрим падает фейн что-то прямо в подряд в конце начали валиться 2 1 1 1 вот так вот до комбинация выпадения опять хочет тын и ульмус я уже таким персонажем рад на самом деле так смотрите респента набирает тоже обороты ну там лесники все загущены по звездам вот в принципе почему бы и нет да ну-ка давайте сюда может быть кто-нибудь новенький упадет теску тоже нужен не прокачан я на кино в руки такое себя теску до чики-брики пальчики кинь ну чё там талии теску кипец дерево ты меня уничтожишь сегодня вот он наконец-то этот червяка вору упал ну реально ульмус падает и падает падает и падает сколько можем то мы его уже кстати практически собрали вот почему бы и не собрать да для коллекции я уже сказал еще одна копия вам будет на белый звезды ему нафиг не нужны поэтому если соберем то соберем талии соня неплохо розалина привет так и трезнер карта суда в граммов тоже не особо что-то герои падают нужны пять звезд сейчас мы ее уберем из списка нам ее больше качать не надо и кого мы сюда поставим давайте ровно докачаем звезды или района можно давайте ровчанскому хотя ранее тоже звезды не помешает она будет поживучий у нее живучесть в основном проблемки только поставили она начинает падать снова соню я дурею сколько можем тоже мне интересно что там с этим покер молокера кстати там так копии не хватает вроде до зубочистка тэйн и снова тэйн с локером так куда сюда сюда лин ну давайте в граммил и влез горло 6 да ну зато этого собрали чудика давайте мы его отсюда уберем и будем качать в мору можно элеварда качать тоже звезды не помешает да так и давайте оценку сделаем в общем что здесь на скарлетт у нас не хватает еще три копии но ее надо качать но теску не хватает так 3 есть 2 еще надо до бумажка не хватает 2 но мы наверно в лес еще покрутим фракционные свитки трезнора кстати собрали надо сейчас просто корм забахать корма не хватает копии внутри злора хватает неплохой герой для врыва иногда может отвлечь ну как бы противника и вы там сделайте свою грязь то есть здесь надо сейчас торнел докачать фейна докачать и вот эту мадам колену но мне копии не хватает что мы с вами видим магазинчики в казармах в казармах 156 я думаю что за косарик мы обновим давайте мы как минимум вот так вот скупим один ряд он купит новенького героя у него еще полтинник останется потом а здесь может что-то годное упасть 2 нары 6 2 народа и нара получает пятую звезду при том что она вроде как списке не стоит но она докачалась и я думаю что там достижения есть вы серьезно нету никаких достижений это какая-то бредятина корабль героев а нас то привет малыш и давайте посмотрим древние 770 тысяч друзья в общем видео будет очень большим давайте добьем 7 свитков я думаю может быть реально зафу начинает качать 3 копии есть или хазарда добить наверное хазарда добить а потом уже остальных талену звезду докачивать ну пока я белой рамки будет хватать 3 копии конечно и надо ну я думаю что надо востразали хазарда добить давайте мы так и сделаем наверно вероятность того что мы его соберем очень маленькая одна копия есть вторая копия есть тоже мифик плюс две карты ну давай падай и и друзья это большая удача я вам скажу то есть смотрите нам надо еще одну копию и все главное чтобы она упала давай дружок давай есть короче смотрите реально годненько вышло собрали мы этого чувачка он до соберет ортруса и все и там потом может уже дальше звезды смысле в принципе качать но подземные герои те которые нужны реально они у него собраны то есть ему дальше собирать уже больше пвп героев это зафрейль допустим да он под пвп заходит хорошо мараэль одри то есть ну вы вы думаете понимаете да о чем я говорю но у него реально очень хороший пул героев небесных и подземных реально очень хороший пул героев талену еще перерожденную поднимет и все ну пятак оставляем в общем я думаю что надо качать лес фракционные в лес вот дальше уже там надо смотреть поехали так падает респам у нас еще тут есть карты я забыл про них так талии тску сайлос 2 sony а чуметь и лес горло ну и тут еще кучу кормовых карт так что есть куда разгуляться спасибо ну годненько-годненько друзья сушите мне это нравится сисилию бустанули гранита бустанули так мошку не бустанули у нас обустанули даем на мошку надо еще одну копию будет белая рамка давайте мы отсюда деревяшку берем и кого мы поставим я думаю что мы сюда поставим урсанчика зайчика вот пусть малыш качается сейчас как назло он будет падать нет падает машкой кстати она на белой рамке парк падает астар падает врусан падает респам давайте носители света Пегги ненужные герои Соня, Соня 3 копии Давайте еще в лес покрутим Может быть еще Марио упадет Так, ОКУ Нам будем по одной звезде поднять Опять ОКУ Опять ОКУ Ну-ка, подождите-ка Так, ОКУ мы подняли уже, получается Ну-ка, смотрим Раз, два, три, четыре Лорсан Четвертая звезда То есть, по-хорошему, на ОКУ Еще две копии, и он получает То, что он получает Угу Тик, ладно, давайте сюда Давайте сюда Ну, что мы видим Мы прокачали, получается, ее Нам бы лучше, конечно, Машку на одну звезду загнать Здесь Полная прокачка Давайте мы убираем Ставим сюда Солису Вот, я думаю, что нам нужна одна копия Маши И одна копия ОКУ Капец Капец Ну 6 Так, ну ОКУ на одну звезду Давайте мы посмотрим Ну, там, по-моему Корабль героев На ОКУ, да, уже прошел Блин, а Машка так и не упала Я думаю, что Машка упадет Нам, получается, на нее не хватает одной копии А так, лес уже собран Давайте тогда добьем остатки в Громил На Скарлетт Ну, в людях, я не знаю Упадет, не упадет Скарлетт надо еще Дофига Тут, конечно, лучше гарантом добивать Вот, ну давайте мы крутанем в людишек Вот, не знаю Может быть, знаете, всякое бывает Падает у героя Неплохо В мору, да, упал Так, носители света Тут падает Элюард И по одной В мору опять Ну да, тут Скарлетт Надо гарантом, короче, крутить Я хотел просто максимально Машку усилить Вот Откуда собирать Чтобы лес был прям вообще полностью забущен Ну и лес, как бы, он пригодится То есть, когда весь лес прокачан И хорошо с могилами Это отличный результат, я считаю Торно он соберет Новая магичка пока особо нигде себя не задействовала Она может подождать Фейн тоже, как бы, он в процессе будет сборки Ну много ключевых героев собрано По сути Вот эти, они постепенно будут собираться Ну и что-то прям вообще А нас-то толком и не падало Я могу так сказать Так, и смотрим в казарме Что у нас там в казарме 125 Ну это он уже без нас тут задействует, друзья В общем, моя задача сейчас, что Мы еще все прокачиваем Вот Все прокачиваем Возвращаемся в гостиницу дубовой рощи И начинаем крутить ее Вот так вот Так, ну что Осталось нам открыть Это большое количество монет по, друзья Это реально большое количество И мы сейчас с вами будем приступать Кому-то я тут открыл 3 ячейки Кому-то 2 Кого-то запустил Ну я думаю, вы в принципе понимаете, да Что ключевые герои Это Хеус, там всякие хазарды и так далее В общем, какой список стоит Аталия, Эзиш, Хеус, Хазард, Заурат, Грыжа, Машка, Астар Ой, да, Астар И получается Мортерс, Толены В общем, им надо качать 9 из 9 Мы сейчас просто это будем все вертеть, крутить И смотреть, как будет выпадение идти Ну все эти герои достойны Достойны мебели 9 из 9 Грыжа, грыжа Ну долго крутить, конечно, это все Вот, Хеус, Заурат Мария Там есть еще и другие герои, которым надо кому-то 3 прокачать Кому-то тоже 9 Но у нас будет очень много красных карт То есть, как только он собирает, допустим, Скарлетт Он сможет ей тоже бустануть 9 предметов мебели Вроде столько раз крутанули, да, смотрите А осталось еще 682 Очуметь Список Ну ближайший герой, это у нас Заурат по прокачке получается И грыжа С Изижем Я почему смотрю, чтобы не проворонить Нам и перекручивать не желательно Потому что, ну, монеты по это такое Вроде их много, а вроде и мало И надо максимально приблизиться к сборке всех ключевых героев Заурат Ну, сейчас так, гляди Некоторые герои догонят Аталия Тем более, Аталия на Е60 прокачана Хеус Машка 5 уже красных карт Давайте посмотрим У нас Заурата осталась одна Изиж Перерожденная, это Лена Аталия Ну, я же говорю, сейчас Кто-то будет догонять Короче, Заурат ездишь По одной, да, осталось Ну да, да Мортрос Снова Мортрос Изиж, друзья Все, собрали этого подляку Ну, прикольный герой Он мне нравится И теперь мы будем добивать Вот этого Вот этого засранца Тоже герой нужный Астар Ой, вот он Заурат Чик Соберите всю мебель Громеум мифического уровня Вот такие дела Так, и смотрим Кого тут еще? Ну, овцу надо Девять добить Очень нужный герой Давайте из могил Посмотрим Кого тут? Ну, 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 ну Ну, тут как бы Десиру надо Сайлоса надо Одина надо Крена надо Давайте Давайте крена добьем Очень нужный перец Нам бы и ровно добить, конечно Погнали Немножко Толино Толино Хазард И смотрим Так, Мортрос Мортрос равнялся За грыжей Почему нельзя Вот, как бы это Указать кому Сколько собрать Да, нажимаете Оно все прокручивается Как только эти герои Собирают мебель И сразу он тебе сигнализирует А так получается Ты нажимаешь А так бы нажал Бан У кого-то на девяточку Собралось Из этого списка Или Сколько ты указал Да, там На три, допустим Но ты делаешь пометку Что этому герою три надо А этому девять Как только собирается Тебе сигнализирует Останавливается А то получается Как этот Сидишь Тыкаешь все это пальцем Уже одиннадцать Так, а то ли А то ли А то ли 493 Ну, они же там это Сливаются Фиолетовые И такое ощущение Как будто Они не кончаются Реально Такими темпами Она сейчас И догонит всех Еще и перегонит Это Астар Я офигею Она падает И падает Сколько у нее уже Две Две мебели Осталось Друзья Да, смотрите Она с Мортрусом Сравнялась По-моему Мы кого-то Забустили Да Это был Мортрус Давайте мы его Уберем И кого мы Поставим Квин Квин тоже надо Девять Она очень хороша На девяти Этсов Я бы тоже Прокачал Девять Леонардо Б9 Тоже Забустил Хороший Герой Короче Давайте мы Поставим сюда Одину Он заслуживает Этой прокачки На девять из девяти Это прям Пить дай Толено Крен Хелс 14 уже Друзья 14 Смотрим Что у нас тут Получается На старое Еще одно Надо И все Не падали Не падали Начали падать Найти героев Да Так Уже скоро Докачаем Аталия Очень мощный Мощный Ловкай Аталия Вообще Я когда в свое время Ее прокачал На тестовом серваке Сначала Пожалел Что я сделал Е60 А потом Вообще Ни дня Не жалел Что я Сделал Е60 Но она Реально Мощная Становится Так Это дабл Друзья Это Астар И Мария В общем Мы ее Забустили Сейчас Мы ее Отсюда Уберем И Кого Мы сюда Поставим Ну Пока Наверное Ставим Как есть Здесь Лес 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 Немору Девять предметов Мебели Очень Ей Нужны Я почувствовал На себе Когда Проходил Компанию Реально Мне не хватало Ее Так Машка Давай уже Ну вот Неплохо Неплохо Заметили Заметили Даблов Да Что-то Как-то Маловато По-моему Два раза Всего Упал За такое Количество Монет По 18 Красных Карт Я Я Чужой Так Слабо Подойти О Грыжа Мерлин Недурно Крен Толена И Мария Упала Наконец-то Так Машка И Грыжа Готовченька Их Убираем И Смотрим С3 Где надо Три предмета Мебели Это даже Не обсуждается У Райна Есть Три предмета Сони Можно так Картами Добить Если что Антадре Конечно Бы 9 Тоже Сделать Коль он Е60 Забахал А герой Нужный Она Будет Гораздо Сильнее Ну Здесь Браку Конечно Сделать 9 Он тоже Будет Отлично Себя Показывать Из Могильников Ну Сайлас Десира Это точно Надо Качать Вот Тео Вин Тоже Еще Хочкин Конечно Ну Короче Пока Оставляем Так Антадру Максималку И Стрель Ду 3 Предмета Сделаем Е И Все Остальные 9 Вот Талия Так 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 Один Хазард Хазард 6 Да Овца Начала Падать Это Хорошо Ее Просто Вытягивает Допустим Нара Или Кельтур И За счет Вот Этих 9 Предметов Мебели Сразу Она Включается Они Стоят В Трансе В этом Курит Бамбук Плюс Плюс Она Реально Некоторые Комбинации Просто Закрывает На Ура Чисто Вот Этой Мебелью Своей Ее Можно Прокачать Просто 10 Плюс 10 Именной Предмет 9 Из 9 Мебель И Все Будет Ништяк Хеус Оттали Да Вы Уже Докачаетесь Хеус 5 Оттали Оттали Столены Креном На Подходе Короче Еще И Мерлин Адра Начала Валяться Тоже В Один Хеус Эстрильда Эстрильди По-моему Осталась Одна Сейчас Проверим Да Эстрильди Одна Так Мерлин Одна Толена Одна Окей Все На подходе Уже Практически Вот и все Мерлина Мы Забустили Давайте Мы Его Отсюда Уберем Так Артуру 3 Плюс 30 Надо Он Тоже Будет Сильный Негирование Есть Скрят Прокачиваем Скрягу Конечно Бо еще 9 из 9 Но Он Может Пока Подождать Давайте Давайте На перспективу Короче Мы Поставим Все-таки Вот эту Мадам И начнем Ей Собирать 24 Карта На На Хелоса Осталось Два Предмета Мебели Ну Давай Давай Стрельда Друзья 25 Карт Ну Вот Можно Как бы Посмотреть Тоже Куда Их Стрельда Убираем Так Шемки Потом Если что Трион Доделает Ну Хочкина Хочкина Твинов Можно Поставить Им Еще Потом Е30 Забахать Принцу Тоже Можно Квин Хорошая Комбинация Я Короче Я Не Помню Знаете Что Я Не Помню Что Там Вайц На 9 Из 9 Вот Хоть Убей Началь Битвец Получает 500 Энергии Да И он Начинает Выстилать Ковер Смертей Короче Давайте Мы Туда Поставим Эцу Добьем Чувак Нужный Привет Малыш Мы Мы Тебя Прокачали Так И Следующий Герой Это Будет Как раз Таки Наверное Леонардо Или Квин Как Вариант Или Десира Короче Давайте Давайте Сайлоса Добьем Сейчас Уже Хазард Будет Готов Ну Реально Что Они На подходе Все герои Так Сразу Падает Сайлос Все Задания Выполнены И И Эцу Крем Скарлетт Начал Падать Так Рена Забустили Короба Твинов Наверное Или Все Аэза Друзья Адрес Тоже Хороший Или Ровно Допинать На 9 Из 9 Короче Пусть Десира Стоит Еще Один Предмет Да Вот так Героев Ставишь И они Быстренько Собираются В отличие От других Да Так На Немору Еще Надо Две Один Одна Хазард С Хеусом По одной От Аля Две Вероятность То Что Мы Их Соберем Одина Зато Собрали Тикс Чпыкс Микс Пыкс Или подождите Надо кого-то Отсюда Наверное Посмотреть Пипе Пипе Надо Тоже Три Предмета Мебели Вспомню Про Нее Очень Сильно Будет Помогать Так И падает Сайлос На Сайлоса Осталось Два Предмета Мебели Ну Легендарных Карта У него Доядрин и Финни Поэтому Все Это Легендарные Мы Сливаем Хазарда По-моему Мы Тоже Собрали Да Да Это Был Как раз Последний Предмет Мебели Убираем Его Поставим Артура Три Предмета Мебели Соберем Так Аталия 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 Еще Один Предмет Капец Аталия Немура И Хеус По Одной Привет Братюня Мы Тебя Собрали Хеуса Убираем И Кого Мы Теперь Сюда Ставим Ну Теперь Квин Точно Поставим И Плюс 29 Из 9 И Все Она Свою Работу Будет Выполнять Как Дважды 2 31 Карта Легендарки Все Влез И Еще Один Прокрут И Что Мы Можем Сделать Мы Можем Не Мору Добить Аталию Добить Это Даже Не Обсуждается Аталия Овечку Чик Готовченко Да Два Героя Сразу Улетают Кого Мы Сюда Ставим Мы Сюда Поставим Леонардо Тоже Не Могу Вспомнить Что У него Там На 9 Из 9 Но Я Прокачал Нисколько Не Пожалел Давайте Мы Посмотрим Тих Враги Враги Пораженные Способности Произведения Искусства Получают На 45% Больше Урона В течении Следующих 8 Секунд Эта Тема Хорошая Поэтому Мы Его Ставим Не Зря Я Его Хотел Поставить Так И Сюда Кого Мы Сюда Поставим Ходжкина Наверное Да Ходжкина Тоже У него Там Больше По-моему Персональный Артефакт Влияет На Урон Да Вытягивает Душь Против Урон Сним Урон Повышается До Которая Что У него Делает Мебель Эффект Вытягивания Души Из Противника Сохраняется До Конца Смерти Эффективность Лечения Урон Противника С Вытягивания Души Снижается На 35% Ну Не знаю Я Принципе Прокачал Ходжкина Мне нравится Его Показатель 9 из 9 Вот Он Там Может Подумать Надо Ему Не надо Но Я Прокачал Можем Кого Еще Бустанут Здесь На Перспективу Нара Торрен Подождут Деймона Можно Прокачать Он Больше Зависимо От 9 из 9 Плюс 20 Именно Предмет Можно Ему Поднять Ну И В принципе Все То есть Если Карты Тратить Красные То Сайлоса Добить Или Просто Ждать Когда Это Все Выпадет Вот Красные Тридцать А Стар Плюс Плюс Тридцать Я Б Сделал Реально Она Заслуживает Тут Антадру На Плюс Тридцать Поднял И Дреза Тоже Пулом Героев Он Двинется Дальше Без проблем Особых Потому Что Даже У меня Хазарда На Белой Рамке Нет Друзья Ну Его Просто Нет Так же Как Морт Раса Понимаете А у У него Реально Очень Крутой Пул Героев Который Ему Будет Помогать Все Увидимся